Нейросеть MidJourney снова удивляет своими возможностями. Mediatek представляет флагманскую микросхему Dimensity 9200. VivoBook Pro 16X OLED – удивительный ноутбук для учебы, работы и творчества. Ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году. LG показала первый в мире гибкий дисплей, который можно растягивать и скручивать. Всем привет, друзья! С вами Ярослав, это Asus Live, новости IT, технологий, железо. И, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Благодаря новой версии нейросети MidJourney теперь можно скрещивать два изображения в одно. В новой версии нейросети MidJourney в версии 4 появился ремикс-мод. Достаточно вставить ссылку на две картинки, и нейросеть смешает их в соотношении 50 на 50, включая цвета, композицию и стиль. При смешении картинок получаются вот такие шедевры. Котохлеб великолепен. А еще теперь вы знаете, что будет, если смешать чебурашку и крокодила Гену. На следующей неделе стартует конференция Qualcomm Summit, на которой наверняка будут представлены новые мобильные процессоры. Поэтому компания Mediatek решила обойти конкурента, анонсировав новую флагманскую микросхему Dimensity 9200 уже сейчас. Dimensity 9200 использует новые ядра Cortex, представленные летом, в том числе Cortex-X3, которые дополняются скоростной памятью LPDDR5-X8533. Чип изготавливается по второму поколению 4-нанометрового техпроцессора TSMC-N4P. Главное ядро X3 будет работать на частоте до 3,05 ГГц. Три ядра Cortex-A715 заявлены на 2,85 ГГц, а четыре немного адаптированных Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Экономичные ядра будут использоваться для фоновых задач, а Cortex-X3 предназначен для самых требовательных приложений. Dimensity 9200 обеспечит прирост производительности до 10% по сравнению с предшественником. При этом ожидается на 25% меньшее энергопотребление. Чип выиграет от поддержки скоростной памяти. Помимо LPDDR5-X8533, также поддерживаются LPDDR5-6400 и LPDDR5-X7500. Dimensity 9200 впервые использует ARM Immortals G715 GPU, где присутствует аппаратная трассировка лучей. Что касается дисплея, для Full HD поддерживается частота обновления до 240 Гц, для WQHD до 144 Гц, а для 5K до 60 Гц. Также чип поддерживает новые стандарты LTE и Wi-Fi 7. Первые смартфоны на Mediatek Dimensity 9200 ожидаются уже в конце года. Сегодня я расскажу вам про удивительный ноутбук для учебы, работы и творчества. Встречайте, VivoBook Pro 16X OLED. Наделенный мощными компонентами, ноутбук VivoBook Pro 16X OLED без малейших усилий справится с любыми креативными задачами, вплоть до профессионального 3D-рендеринга. В его аппаратную конфигурацию входит процессор Intel Core 12-го поколения H-серии, видеокарта NVIDIA GeForce RTX, до 32 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ. Таких ресурсов с лихвой хватит для любых творческих проектов. Творить, работать или учиться комфортнее в тишине. И поэтому ноутбук VivoBook Pro 16X OLED оснащается передовой системой охлаждения iSchool Pro, которая обеспечивает стабильную работу мощных компонентов при низком уровне шума. Качество изображения имеет огромное значение для творческой работы. И в этом смысле VivoBook Pro 16X OLED полностью соответствует самым строгим ожиданиям. Его OLED-дисплей обладает отличными характеристиками. Соотношение сторон 16 на 10, разрешение 3,2К, расширенный динамический диапазон Dolby Vision, частота обновления 120 Гц, яркость 550 кандел на квадратный метр и ультра-тонкая рамка. Относительный размер экрана составляет 90,3%. Точность цветопередачи и глубокий черный цвет подтверждены сертификатами Pantone Validated и VISA DisplayHDR TrueBlack 500. Соответственно, а низкий уровень излучаемого синего света и отсутствие мерцания экрана сертифицированы в лаборатории TUF Rayland. На таком дисплее любой проект предстанет в самом лучшем виде. Эксклюзивной функцией ноутбука является Dialpad — виртуальный контроллер, который можно отобразить на тачпаде для ускоренного выполнения различных команд в совместимых приложениях Adobe. Подробнее обо всех особенностях ноутбука VivaBook Pro 16 и XOLED вы можете узнать на нашем сайте. Ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году. Исследователи с помощью искусственного интеллекта создали гротескную 3D-модель человека будущего. Модель назвали Минди, и по прогнозам ученых, спустя 800 лет использования гаджетов у людей будущего уменьшится мозг. Вечно согнутая шея станет толще, а пальцы приспособятся к основной их функции — держать смартфон. Минди была создана компания Tool Free Forwarding как способ визуализации того, как технологии влияют на наши тела. В беседе с Tool Free Forwarding доктор Никола Джорджевич из MedAlertHelp объяснил, что то, как мы держим наши телефоны, может вызвать напряжение в определенных точках контакта, что приводит к текстовому когтю, который известен как кубитальный туннельный синдром. Помимо текстового когтя у людей может возникнуть смартфонный локоть, постоянный угол в 90 градусов, вызванный типичным положением руки при держании устройства. Многочасовое рассматривание телефона приведет не только к сгорбленной спине, но и к утолщению шеи. Среди других гротескных черт, которые мы можем ожидать, — это более толстый череп и меньший мозг, а также второе веко для предотвращения чрезмерного воздействия света. Корейский техногигант LG представил первый в мире 12-дюймовый гибкий дисплей высокого разрешения, получивший технологию, которая позволяет его растягивать, сгибать и скручивать без повреждений и искажений картинки. Данное решение превосходит существующие технологии складывания и сворачивания гибких дисплеев. Также инновация обладает высокой долговечностью и надежностью, что максимизирует ее потенциал для коммерческих целей. Дисплей способен выдержать более 10 тысяч изменений формы. Он характеризуется 20-процентной растяжимостью. Его можно увеличить до 14 дюймов разрешением 100 пикселей на дюйм и полноцветной RGB-подсветкой. В основе дисплея лежит высокоэластичная пленочная подложка из специального кремния, который применяется в контактных линзах. Потенциал технологии разработчики видят в применении в различных областях, включая моду, носимое устройство и гейминг. Например, его можно будет прикрепить к изогнутым поверхностям, таким как одежда или мебель. На сегодня это все. Я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был Ярослав. Это Asus Live. Следите за нашими новостями. Будьте с нами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...